здравствуйте друзья наверное мы сейчас с вами общаемся только потому что вы поисковике в яндексе рамблере в гугле нажали кнопку абрикосы или там строчка абрикосы и попали друг раз ко мне вот и оказались лучшим в россии в саду лучшим по многим параметрам начиная от персиков кончая черешни и считается что именно здесь настоящий абрикосовый рай подобный тому что библии вот правда это или не правда ну давайте так сначала познакомимся я железо влере константинович я металлург бывший я ветеран я орденоносец я западной украины почти сын военного я бывший норильчанин и последние 32 года посвящены саду как это получилось да наверно потому что мое детство связано с норильском наверно потому что там кроме тундры и это самое голубики ничего не видел вот но оказывается вдруг что когда я познакомился состоянием дел украине вот немножко белоруссии подмосковье на урале сама собой в сибири я пришел в ужас нет не ужас ужас пришел потом когда знаком с технологией я пришел недоумение почему здесь не растут многие виды которые должны бы расти вот и доказал что все таки это все возможно так вы оказались через 32 года после того когда я посадил первое дерево лучшим абрикосовом российском саду и по многим показателям еще и по другим видам значит где мы сейчас находимся это деревня красный хутор это шушенский район красноярского края правобережье енисея вот значит климат здесь ярко выраженный резко континентальный вот немножко смягчается плотины но плотин в россии достаточно и есть еще факторы которые помогают выращивать абрикосы мы вы о них узнаете позже но начну я с самого главного почему в россии нет абрикосов имею ли я такое право говорить в 2010 году ко мне приезжал человек ну как бы назвать среди садоводов это мировая величина мировая величина это николай иванович курдюмов одно слово это как знак качества николай иванович курдюмов тут же приезжала республиканское телевидение с абакана мы его посадили под груши вот так же как я только груши абрикоса уже не было я вынужден и с радостью повторяю его слова я цитирую его это все слышали сотни тысяч людей кто смотрел телевидение братцы я много в жизни повидал но такого сада я не видел никогда если его это слова внушат вам доверие вот вы меня будете слушать дальше итак друзья мои почему у нас в россии проблемы садами дело в том что это агротехника пришла с юга и она не изменилась ни на одну запятую вот а продвигаясь на север на север она стала противоположной все то что на юге было плюсом настало минусом сейчас мы говорим только об абрикосах так общее принятое мнение что у них слабая корневая шейка на выпривание и действительно они гибнут миллионами даже хорошие ну 95 процентов 98 это уже лохотрон вы знаете что такое средняя азия вот везут с голландии с турции урал с сибирь дальний восток это средняя азия они погибают у них минус 20 морозостойкость это однозначно но вот повезло человеку вот повезло ему вот он настоящий саженец приобрел морозостойки выдержит минус 40 градусов не волнуйтесь друзья мои все равно если их допустим нашу страну наберется уже наверно не у нас 23 миллиона дачных участков хотя бы миллион хотя бы на каждого двадцатого по одному хотя бы миллион таких из них 950 тысяч будут загублены сто процентов вот почему нет садов доверяйте мне слушайте дальше дело в том что действительно как и литература пишет тут ничего нового не открыл в абрикосах слабая корневая шейка на выпривание и что вы думаете даже здесь сухом краю у нас снега вот столько кстати забудьте раз навсегда это не верьте сказочникам который утверждает да уже лизова лучший сад но у него двухметровый снег а это значит что все под снегом вот средняя толщина снегового покрова отдельные годы пол зимы черные то есть это все сказки ничего у нас не укрывается укрыть невозможно даже нагрести снега лопаты невозможно как правило вот и засухи зимняя засуха это бесснежный тоже назовем получается даже но я проверял вначале в нашем краю посадка в углубление там где чуть сыровато абрикосы сгнивать за несколько лет если рыть нормальную яму с бордюром откройте любой справочник учебник там будут профессор иванов там этот доцент петров и кандидат наук сидор вот этот бордюр чтобы еще быстрее сгнило вот это наша действительность это абрикосы а вы сейчас находитесь в абрикосовом раю в чем убедитесь может быть чуть позже или уже чуть раньше смотря как будет смонтирован фильм и так я назвал причину страшную неосознанную не теми никогда но теперь то вы уже точно не будете садить именно таким образом одна из причин вторая причина страшнейшая я не могу вам целую лекцию читать вопрос речь о нескольких минутах страшнейшая дикой абрикосы ненавистничество вообще частности и к саду в целом это что деревья нуждаются в обрезке сколько авторов написала по как попугай повторяю абрикосы нуждаются в ежегодной обрезке я уже сто раз доказывал меня же сотни фильмов у меня же сотни статей стоит только ветку обрезать и все и пошла и поехала вот это как примерно показываю на пальцах вот так как будто бы условно говоря вам палец отрезали от него и сразу вот столько тут отрезали отливает еще больше и наконец-то об этом то есть польза обрезки признана однозначно страшнейшая грубейшая ошибка это зверство это невозможно извините за мой тон за мои эмоциональные слова потому что уже погуби погибли на в миллиарды повторяю 23 миллиона дачных участков повторяю к ним еще несколько десятков миллиона просто частный сектор не дачи а то что называется это самое лпх или просто дома 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 и частный сектор с несколькими сотками получается под сотню миллиона каждый по десятку посадил миллиарды и все это гибнет теперь я назвал вот эти две причины их еще назовусь десяток это все южной технологии не которых нам не годится вы скажете вот и самая наверное страшная причина с чего все начинается все попытки начать самому я же как говорю еще это касается абрикосов любого дерева посадили кошку вырастили на месте хотите не прививайте так вот видите маньчжурский абрикос он корнесобственные я бы не собрался привать вот а вот это допустим абрикос курдюмов я не зря начал с того что для меня это была какая честь что сам великий курдюмов приехал честь его названа ведь это уникальная вещь в этом году мелкие обычно они 100 граммовая сейчас где-то грамм 70 ну бывает год на год не приходится но я о другом посадили не пересаживали не рубили корни с этого начинается настоящий сад с этого вот пересадка просто как вынужденный мир например густо посадили надо прорядить вот так вот все начинается я две причины сказал заглубление это самое так называемая ямка для полива смертельную и кстати тут же попутно еще пересадка саженца небрежная и заглубление корневой шейки начинается гнить так вторую и третью причину этот обрезка хоть на кольцо она страшнее всего когда отрезается веток целиком хоть половину это все равно смертельно со временем со временем и тут же называю причину первую причину вот все горит то не буду я больше покупать все равно обманут на рынке но ему нужно взять семечку косточку и посадить открываем учебники учебники открываем массу литературы кроме людей которые называют себя прикосоведами прикосоводами кем угодно и яблоневодами этими аспирантами доцентами и обязательно пишут заглубление на 5-7 сантиметров страшнейшая ошибка мировая ошибка вот еще раз говорю почему не все должны погибнуть все спасает небрежность вы же догадались когда заказ поленился в глубокую ямку делать допустим нанятый работник вот тогда еще выживает но основывать садоводство на этой небрежности нельзя 5-7 сантиметров 3 сантиметра заглубления косточки абрикосовый 2 сантиметра смертельно вот когда об этом я вам пока называю одну причину таких уровня их причин 10 вы об этом узнаете а пока я саловского главного и тут же называю причину почему вдруг там она косточка отсиделась прекрасно на глубине тут бушует метели потом оттепель потом дождь потом снова заморозок она на глубине все себя прекрасно и всходит но всходит так что у него основание вот эта нижняя часть будущего 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 штамбика оказалось под землей изгнивает сто процентов вопрос во времени у нас ленинградской области нет абрикосов а у нас мне пишут это самое эстония латва и литва нет абрикосов вот они же не догадываются об этом а у нас 20 тысяч растили абрикосов всех 20 тысяч умерли вот все все начинается и все таки конечно цель вы уже до года еще раз повторяю основание шейки шейка корневая основание штамбика сгнивает когда косточка посажена глубину я уже раскрыл 35 процентов той информации которую нужно создать вся технология просто она намного проще чем когда вы читаете статьи как в арисе абрикос на середине засыпаете и правильно и не зачитали еще правильнее потому что все равно вас научат убивать вот давайте теперь посмотрим на вот это чудо да и так хотите выращиваете главная косточка узнаете как с ней обращаться речь идет о том чтобы вовремя ее снять чтобы она должна как каком это на каком этапе плод снимается каком этапе косточка садится или стратифицируется или не стратифицируется какая влажность как какие сроки все это надо знать когда весной высадить а надо ли как мода пошла в горшки не в надо ли ждать пока проклянется потом высаживать или высаживать а потом проклянется высадил рано это самое проснулась потом мороз убил а высадил поздно вообще не взошла все это вы должны знать вот но ничего сложного тут нет это как вступительная часть лекции я ее закончил вот и прошу вас ниже будет вся информация которую вам надо знать как действовать дальше вот друзья мои я надеюсь что я вас не утомил надеюсь что вы мне поверите потому что надоело читать о себе любимом а этот сад миф б сад есть на двухметровой снега в значит это самое здесь такой микроклимат один уже здорово сравнил с климатом турции ах турции тоже минус 30 бывает ну приезжайте я прорублю и вас туда засуну вместо этого самого анталии вот этого же кто сказал что здесь климат турецкий раз там минус 30 бывает посмотрим но в общем для полноты картины курдима пришла мне таблицу красноярск новосибирск челябинск стоянногорск и даже мой красный хутор значит разница средне годовая и средне зимняя трехмесячная на один градус холоднее красноярска новосибирска как видите никакого тут райского климата нет и холоднее чем челябинск это для тех кто уже может сравнить но уж про скандинавию куда где про меня узнали говорить нечего это по сравнению с нами африка вот украина белоруссия полный развал завал и та же самая деградация садов вот они ничего понять не могут россия уничтожены сады из вишни самоуничтожились тоже руками разводят в общем друзья мои хотите узнать как выросить сад пожалуйста ниже вся информация благодарю за внимание украины 片 centro-трульга colouring на да